Уже несколько лет любители спорта собираются здесь, в музей-заповеднике Горки Ленинские, чтобы принять участие в уникальном забеге по живописным местам. Ленинский забег проводился уже в четвертый раз. Участником мог стать любой желающий от 7 лет. Традиционная длина круга 4,5 километра. Те, кто заявился на большую дистанцию в 9 километров, должны были преодолеть его дважды. Заявилось более 120 человек. В этом году у нас две новых дисциплины. Это детский забег на 2 километра и скандинавская ходьба для взрослого, более взрослого, скажем так, населения на 4,5 километра. Идея проводить легкоатлетические забеги в Горках Ленинских появилась три года назад в Молодежном совете муниципалитета. Идея родилась у тогдашнего председателя Молодежного совета Григория Авдеева. Было очень много сочувствующих бегов. И к бегу, и к нему, наверное, обращались. Спрашивали. И родилась такая идея организовать забег. Вот тогда я на том забеге был волонтером, помогал на дистанции. Перед началом забега дети и взрослые могли сдать нормы ГТО в прыжках, отжиманиях и упражнениях на пресс. Как раз ГТО у них есть возможность провести как бы некоторую как разминку перед забегом, потому что они у нас и руки размяли, и ноги. Вот. И потянулись, так скажем. Так что успешно. Среди участников забега были те, кто вышел на старт в Горках Ленинских впервые, а также победители прошлых лет. Два года назад Екатерина Крылова стала первой на длинной дистанции. В этот раз специально к соревнованиям она не готовилась, но на пробежки все равно выходила регулярно. Стараюсь вот три раза в неделю как минимум, то есть это вот по 9-10 километров. Ну то есть это независимо от подготовки к чему-либо, а вот просто так, потому что нравится. А когда, конечно, к спортивным забегам готовность, то они все чаще, то есть подготовка другая. Узнал совсем недавно, что проводится и соревнование в Ленинском районе. Вот решил попробовать себя здесь. Вот. Впереди еще забег в Москве. То есть там именно полумарафон, 21 километр. Ну, как раз такое разминочное, подготовочное здесь пройдет. После небольшой разминки участников пригласили на старт. Последние наставления от главного судьи. И вот спортсмены устремились по дорожке вглубь заповедных мест. На протяжении всей трассы стояли волонтеры, которые подсказывали направление бегунам. Не всем забег дался легко, но никто не пожалел о своем участии. Первое место на дистанции 4,5 километра среди мужчин завоевал видновчанин Дмитрий Рыжов. В принципе, не самая для меня профильная дистанция. Я обычно больше бегаю, 21 и больше. Но все равно приятно здесь пробежать. Всегда хорошая погода, отличная организация. А среди женщин лучше оказалась Ольга Байдалина. Усиленно заниматься бегом она начала год назад. Тогда все началось именно с участия в Ленинском забеге. Я стала тренироваться, да. Я принимала участие в многих стартах. В основном я бегаю трейлы. Также принимала участие в полумарафонах, в лужниках, в марафоне на прошлой неделе. Победители получили подарки и абсолютно всем участникам соревнований вручили памятные медали. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.